В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Александр Журбин. Здравствуйте, смотрите сегодня. Найти и наказать. Наглый новосибирец преградил путь машине медиков. Он сам воспользовался коридором, который организовали другие водители. Едва не пустила состав под откос. Нерадивую сотрудницу железной дороги будут судить за разгильдяйство на рабочем месте. Дерзкие и ушлые. Полицейские поймали группу автоподставщиков, которые инициировали ДТП ради страховых выплат. Ущерб уже больше 6 миллионов рублей. А начинаем программу с дорожного инцидента, которую журналисты уже окрестили битвой Ниссанов. Серьезная авария произошла накануне в центре Новосибирска. На Ипподромской магистрали в Зайльцовском районе X-Trail протаранил седан Цедрик. Удар был такой силы, что легковушка перевернулась и оказалась на крыше. На место аварии приезжала бригада скорой помощи. В ДТП никто не пострадал, а вот иномарки получили серьезные повреждения. А делался легким испугом. Мотоциклист благодаря своей реакции чудом избежал травм, а возможно спас свою жизнь. Неприятная ситуация случилась с ним накануне на перекрестке Красного проспекта и улице Орджоникидзе. Мужчина двигался по своей полосе, как внезапно ему навстречу выехала Тойота Курса. Байкер быстро среагировал, завалился на бок и таким образом избежал аварии. Автохама, который не пропустил скорую в Новосибирске, обещали найти и наказать. Бригада медиков спешил на вызов с включенными проблесковыми маяками и спецсигналом. Несмотря на пробку, все водители дали свободный коридор, кроме наглеца на Камре. Это произошло на улице Ватутина. Автомобильный затор в тот момент доходил до Винаповского моста. Когда экипаж скорой понял, что так просто обойти лихача не получится, фельдшер включил камеру мобильного телефона. Как раз удалось снять маневр нарушителя. А вот другого новосибирца карма, как говорят в народе, настигла сразу и на глазах изумленных сотрудников госавтоинспекции. Подписчики нашего телеграм-канала «Экстренный НСК» прислали кадры с улицы Академика Лаврентьева. Водитель иномарки решил лихо проскочить затор, но не рассчитал силы и угодил в аварию, создав на участке еще больший транспортный коллапс. Полицейские, которые стали свидетелями случившегося, вышли из патрульного автомобиля, видимо, для оформления этого ДТП. Чуть не пустило целый состав под откос. В Новосибирской области сотрудница железной дороги предстанет перед судом за разгильдяйство на службе, что в итоге привело к крупному ущербу. По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемая при проведении маневровых работ на железнодорожной станции «Энская» западно-сибирской железной дороги в процессе расформирования подвижного состава на сортировочной горке станции не обеспечила регулировку скорости движения вагонов с учетом их технических характеристик, что привело к выдавливанию и последующему сходу трех вагонов. В результате происшествия собственникам вагонов и железнодорожного пути причинен ущерб на сумму более миллиона рублей. Женщине грозит крупный денежный штраф, обязательной работы или реальное лишение свободы. Уголовное дело уже направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Работали нагло, действовали быстро. Новосибирские полицейские вычислили группу автоподставщиков, которые устраивали разного рода ДТП, чтобы получать страховые выплаты. Квартира аферистов пришлось брать штурмом. Всего было задержано трое фигурантов. Уже установлена их причастность к 16 эпизодам преступной деятельности. Материальный ущерб составил более 6 миллионов рублей. Следователем отдела полиции номер 5 Дзержинский, управлением МВД России по городу Новосибирску, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Автоподставщикам, если вина будет доказана, грозит крупный штраф и лишение свободы на 10 лет. Дороги нет. Проливные дожди, которые идут в регионе не первый день, осложняют жизнь не только пешеходам, но и автомобилистам. Причем нет вне зависимости от того, где они находятся. Например, жители деревни Воскресенка в Кыштовском районе, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта в соседней Омской области, были вынуждены ехать по дороге, затопленной водой. На одном из участков легендарный советский внедорожник забуксовал. Выехать из грязной жижи автомобилисту помог местный тракторист. Большие проблемы с передвижением ждут горожан и на одной из основных переправ в Новосибирске. Мэрия города подтвердила, что ищет нового подрядчика для завершения работ на Октябрьском мосту. С прежними ремонтиками контракт официально расторгнут. И связано это в основном с существенным отставанием от графика. Ранее прокуратура региона уже вынесла градоначальнику предостережение о недопустимости срыва сроков. Когда сотрудники надзорного ведомства пару недель назад проверяли ход ремонта, проезжающие мимо водителей просили прекратить транспортный ад. В часы пик город замирает в многокилометровых пробках, но, похоже, придется еще потерпеть. В настоящее время объект готов всего лишь на 61%. И это помимо того, что работы идут еще и на Димитровском мосту. И последнее. Мигранты организовали нелегальный автовокзал в Новосибирске, уверяют местные жители. Он находится в районе Хелокского рынка. Работает площадка с раннего утра до позднего вечера. И не все рады такому соседству. Вот такой вот шум, да? Каждое утро. Вот провожающий. Десятки граждан из стран ближнего зарубежья ежедневно с этой площадки уезжают на родину или прибывают в наш город на автомобилях или автобусах. Такой объект транспортной инфраструктуры доставляет неудобства местным жителям. Однако с их слов на проблему никто не обращает внимания. Скажите мне, пожалуйста, кто разрешает здесь ставить автобус? Начальник хозяина. Какой? Ну вот здесь территория, которая вот здесь территория, я не знаю. Кто? Ну я не знаю, вот здесь, которая вот здесь. Кто в итоге хозяин нелегального автовокзала, человек, который по всей видимости занимается посадкой пассажиров и проверкой их документов, так и не сказал. Причем мужчина продолжил работу и явно дал понять женщине, что он никого не боится. Я сейчас милицию буду вызывать. Конечно, сейчас я вызову. И проверят у всех документы, и все проверят. Все российские, все российские. Тем более российские. С трудом верится в то, что этот человек работает гидом и рассказывает российским туристам о красотах Хилокского рынка. А если и так, то, возможно, деятельностью этой турфирмы заинтересуются правоохранительные органы. Тем более, со слов жителей, пассажиры стихийного автовокзала регулярно нарушают общественный порядок в ночное время. И на этом пока всем. Подписывайтесь на наш канал в телеграмме «Экстренный НСК». В студии работал Александр Журбин. Оставайтесь на телеканале ОТС. 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 Экстренный НСК. ОТС. 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 Дорога Кер fast.